Мы поставили недавно с молодыми, сочинили спектакль по бесплодным усилиям любви Шекспира. Мне кажется, это такая высокая коледия любви. Я тут совсем не считаю шекспировским, но мне ужасно нравится название. Само название, мне кажется, столько в себе таит возможности, что это замечательно. И есть замечательный перевод, мы обнаружили в архивах, о нем никогда не писали, мы не знаем, практически никто не знал, мы обнаружили замечательный в архиве в уличной библиотеке перевод Чуковского, в замечательных стихах. Вот тут как раз стихи, почти пушкинский по легкости и блестящий стих. В английском языке, кстати, он написан довольно тяжелым громоздким языком, уже спел. Тут Дубчиковский такой фейермен выдает чувство, что это удивительно заражает. Мне хотелось, чтобы молодые попробовали вот так, как бы сказать, открыто и страстно. И мне кажется, что постепенно тут и стало получаться. И опять же, вопрос о комедии, последний, уже потом, после того, как мы поставились, вышла большая подробная книга о Чуковском. И там я нашел его дневниковую запись. Каждый, там, это был год, когда его изгнали из советской литературы, он основатель детско-советской литературы, его определили врагов детей, изгнали из этой литературы. Муж и его дочери были арестованы в 1939 году, и они все время боролись за то, чтобы его освободили. И разные делали ходы, использовали свои знакомства и так далее, и так далее, и так далее. И в 1943 году стала война. Они узнали, что почти сразу, после того, как он был арестован, он был расстрелян. Они почти пять лет боролись за освобождение умершего уже человека. Никто им про это не сказал. Поэтому дочка Ирия Чуковская, замечательная писательница, и правозащитница, диссидент, фантастическая женщина, она была в тяжелейшем психологическом шоке. У жены был инсульт. И он пишет, вот все это переживая, каждое утро в один час поднимаюсь в кабинет и спасаясь переводом бесплодных усилий людей. То есть вот этот поворот, испытывая самые трагические чувства, проходя самые трагические испытания в своей жизни, он пытается утвердить себя блистательным переводом блестящей молодой кабинет. Он, по сути, себя этим лечит. Мы не даром об этом не говорим. Такая мощность, которая, наверное, очень непросто сконцентрирована. Просто желание сделать смешнее, так не получится. Вот мне кажется, здесь и есть какая-то проблема, которую интересно понимать, и которая, в общем-то, конечно, интересно обращаться. Поэтому, я думаю, время от времени. Академики, артисты вообще хотят. Но вот все время все-таки в подвиг выпадается трагедия. И все. Да. Хотя, с трудом, конечно, с элементом. Да. Драматурка. Да? Здравствуйте. Доброй ночи. Меня зовут Марсин. Меня зовут Господь. Вы приступает к новому спектаклю. Вы уже знаете, к чему Вы придете? То есть Вы знаете уже конечный результат? И Ваши артисты, когда мы работали в конце Миро Рэда с Вами, они... Вы с самого начала видели конечный результат? Или, может, так случится, что уже подходя к финалу, Вас что-то раз переворачивается? Ваши артисты... Понятно, я понимаю вопрос. Так. Нет, я не знаю конечного. Вы сочиняете результат. Я имею некое предчувствие. Вообще, когда говорят замысел спектакля, мне кажется, что врую. Если просто спектакль формально сочинен, то это не замысел, это просто некое формальное сочинение. И я его очень различаю. Спектакли поставленные и спектакли рожденные. Поставленные и спектакли хорошо организованы заранее известными способами. Рожденные – это результат некого процесса зачатия, вынашивания. И никогда не знаешь, какой, собственно, ребенок появится на свет и пойдет над головкой или ножками. Это большой вопрос. Поэтому нет. У меня есть некие предчувствия, которые я пытаюсь как-то передать артистам. Но в ходе общения с артистом, в ходе общения с художником, очень важен твой. Очень важно, что у тебя были сильные партнеры. Вот я сейчас там общался с молодыми артистами, с молодыми артистами. Там общались иногда что-то с камерной сценой, где я даю их ставить. И с этим, они мне мешали кого пригласить в качестве художника. Я предложил очень крупную, крупную артисту. «Нет, нет, что, вы меня задали». Я жутко удивился, потому что я в молодости мечтал все время о работе с крупными художниками, с крупными композиторами. Потому что другая личность тебя подтягивает до себя и жутко обогащает. Поэтому все, общение с артистами. Проба. Недавно называют не репетиции, а пробы, то, чем мы занимаемся. Потому что репетиции, все-таки от французского слова «репете», повторять волей-неволей, это и возникает. А пробы, немецкое слово, это все-таки, так сказать, прикосновение, проверка неких предположений. И внутри этой пробы очень часто возникает много нового. И даже иногда язык сценический, который ты себе наметил, довольно сильно меняется и уточняется в ходе поиска. И иногда, когда мы делали, занимались портретами с дождем, то это такой сценарий, совсем не театральный. Я мучительно не мог себе представить форму, в которой это все. Я понимал, что за жизнь, о чем жизнь, какие отношения. Это как-то я вроде понимал, но их искали и уточняли. Постепенно, вдруг стало понятно, что там гораздо более крупные чувства, чем кажется. И я там стал привносить стихи и другую прозу. Сначала это не замышляло. Просто я стал чувствовать, что какие-то наши представления вырастают за пределы этого текста. И все равно я мучительно не понимал, как это будет. Хотя мы придумали пространство с Сашей Боровским, замечательным художником. Но все равно в этом пространстве можно и так же жить, и так же, и этот же. И когда мы вышли на сцену, то была некая катастрофа. Потому что я думаю, что вот так просто жить не получается. Нету стержня, которая бы это держала. И мы стали с Александром Давыдовичем искать способы, как эту жизнь, которую мы как-то понимаем, заковать в какие-то довольно жесткие рамы. Постепенно, постепенно этот язык нашелся и, может казаться, становится формальным и заранее придуманным. На самом деле он обнаружен. Вообще, мне кажется, что все обнаруженное гораздо ценнее заранее знаем. Конечно, первые ощущения очень важны. Первые чувства очень важны. Их надо запоминать. Так же, как первые впечатления прочтения в пьесе. Да, Арм Санславский писал. Никогда не читайте пьесу наизвольщик. Когда мы мечтаем в метро, а не читали наизвольщик. Не читайте наизвольщик. Первое прочтение, оно очень важно. Это важно. Вот в мире как это чувство развивается. Что открывается. Какие возможности. Сейчас мы собираемся к коварствам. Там открываются абсолютно неожиданные возможности. Я предчувствовал что-то хорошее. Пьеса. Я кое-что отредактировал в ней. Потому что там тоже есть признаки технологии своего времени. Но что там есть такие возможности. Может они не выразятся в репетиции. Это я не знаю. Почему лучше не получилось. Но вот сейчас в каждой репетиции есть обнаружение в общем новых возможностей. Особенно, когда соблегается то, что ты чувствуешь с живыми людьми. С артистами. Потому что если ты репетируешь с живыми артистами. С сильными индивидуальностями. Мы с этим начинали разговор. Обязательно происходит какое-то сопряжение. Что-то от чего-то меняется. Артист от роли. Роль от артиста. И когда ты видишь как это пробуют. Что пробуют. Вдруг возникают новые возможности. Новые понимания. И так далее. И так далее. И так далее. Мне кажется это для артистов гораздо интереснее. Хотя поначалу, когда-то давно. Если бы когда я репетировал четырех театрах. Это было очень сложно. Потому что они жутко злились. Вы вчера говорили совсем не то, что говорили сегодня. Я поумелся вчера. Что поделать. Или еще нет. А чего это вам сразу не сказали? Я этого не знал. Как? Так все равно надо наесться. Понимаете? Ты ешь, ешь многое. Все по уголу. Закуску съел. Суп съел. Горячее блюдо. Съел чаю. Выбер с пирожным. И все. Голодь. Все аппетит работает. Ты ешь второе пирожное. Съедаешь его до половины. И вдруг чувствуешь, что ты сын. И наивный человек думал. Черт это. Надо было сразу съесть половину этого пирожного. Я бы наелся. На самом деле, до этого половинке пирожного надо добраться. И это очень сложный процесс. И артисты должны быть, конечно, очень гибкими. И ему должно быть это интересно. В чужих театрах этим заниматься очень трудно. В опере особенно учителя. Потому что они запоминают раз и навсегда. Где они переменны в мизансцены. И в мизансцены в мизансцены. Но постепенно талантливые люди. И к этому приведут. Им даже начинает нравиться. Да. 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 Мы говорим о том, что во обслуживании современных сюжетов, не кажется ли вам, что современные аниматомики вместе с современными режиссерами не просто без жалостных персонажей, с которыми автором чаще всего сочувствуют. Но и они пытаются таким образом унизить зрителей, сидящего в зале. Унизить? Унизить зрителей, сидящего в зале. Потому что когда в режиссерской трактовке вы видите, без жалостных героев. Мы зависим, сидящего в зале. Так или иначе, с кем-то из них всегда все равно социзм. Больше, меньше. Но вот эта связь, как правило, возникает. И когда без жалостей к тому, кто там, ты понимаешь, что без жалостей к тебе самому. Потому что ты в этом ни в чем не виноват. Вот в связи с этим вопрос. Как вам кажется, это некая сиюминутность, потому что у нас достаточно долго уже не очень благополучные времена, когда человек человек убыл вообще в принципе. Не только в тяде, но и за его пределами. И поэтому, если я пожалею кого-то, это кто-то восполнит о моей слабости и меня сожрет. Поэтому без жалостей переносится взятость из жизни как норма. Или это некие режиссерские и драматургические комплексы режиссера и драматурга, которые пытаются таким образом написать, чего он недополучил от жизни. Это явление или это какие-то локальные случаи, когда зачастую режиссеры идут люди, недополучившие где-то другого комплекса, что не обязательно профессионально. Сложный вопрос. Собственно, вы формулируете и в вопросе ответ. Я думаю, что сегодня это уже не частное проявление недависти, сегодня не явление. На мой взгляд, здесь проявляется, с одной стороны, недостаток таланта и имитация его, с другой стороны, обесценивание неких нравственных ценностей, вне которых художник не может существовать. Он может их опровергать, он может с ними спорить, что угодно, но вне природы самих этих ценностей он существовать не может. И, в-третьих, мне кажется, огромное отсутствие и у авторов, и у режиссеров профессионализма. Способности и у авторов обнаружить в жизни что-то гораздо, я, собственно, про это пытался говорить, что-то гораздо более сложное, чем то, что есть на поверхности. Когда я пытаюсь сказать, как там дядя Ваня обсуждают матерный язык, я только обнаруживаю, что внутри все гораздо сложнее. А можно описать только матерный язык.